В этом доме по улице Беляева на втором этаже живет женщина с большим количеством животных. Неизвестно в каком они состоянии, потому что бабушка никого в свою квартиру не пускает. Но мы решили выяснить в чем дело. С собой мы взяли волонтера фонда помощи животным Живи, а также соседку бабушки. Постучали в дверь на удачу и спустя несколько секунд нам открыли. Здравствуйте, мы с телевидения. Хотели бы снять сюжет про ваших животных. Как выяснилось, зовут бабушку Нина Зрянина. Ей 76 лет. Всю жизнь работала кондитером. По словам Тюменки, сейчас у нее всего трое животных. Но впустить нас Нина Михайловна отказалась. Обитателей своей квартиры показала на лестничной площадке. Это кто? Расскажите, пожалуйста, нам. Это? Они все, они знают, кошечки. Кошечка? Кошечка. Они у нас стерилизованы все, чтобы не плодили. Понимаете, мир-то не без добрых людей. Ведь захотят помочь, захотят взять. Я знаю, что не без добрых. Но вы одна, вы одна не справитесь. Нет, я их не дам никому. Тюменка уверяет, животные ее лечат. Судя по звукам из квартиры, есть еще и собаки. С ними хозяйка гуляет раз в день по вечерам. С едой помогают сотрудники детского сада. К ним бабушка регулярно приходит за остатками обеда. И вроде бы все хорошо. Однако соседи такому питомнику явно не рады. В пять часов они лают. Ребятишек маленькие, дети уже просыпаются. А есть ребенок вот у них, они над верхом. Там вообще дышать нечем наверху. Вторгаться в личное пространство без разрешения хозяина запрещено по закону. Как и лишать соседей покоя. В Роспотребнадзоре нам пояснили, управа может отправить хозяйке предупреждение о приведении жилья в порядок. В случае неисполнения данного предупреждения в добровольном порядке орган местного самоуправления вправе обратиться в суд о продаже с публичных торгов жилого помещения с возмещением стоимости квартиры собственнику за вычетом судебных расходов. Волонтер фонда помощи животным «Живи» Ирина Батакова считает, что эта мера крайняя. Подобная проблема есть во многих тюменских домах. Нужно просто найти подход к таким старикам, не желающим расставаться с единственными друзьями. Сегодня ей удалось договориться с Ниной Михайловной. Бабушка согласилась сотрудничать с фондом. Волонтеры попытаются убедить пенсионерку раздать часть животных. Светлана Матус, Павел Михайловский, Тюменское время.